Митинги на афганской стороне, затем на советской. Войска покидали сопредельное государство торжественным маршем. О том, как это было, сегодня вспоминали в Анапе. Вывод возле нас это очень памятное событие. Что значит после длительного пребывания за границей, боевого пребывания, вернуться к себе на родину, встретить семьи. 12 анапчан не вернулись домой. Среди них пилот вертолета Юрий Веремеенко. Он вез домой 11 солдат и офицеров. В горах машину сбили самонаводящейся ракетой американского производства. Афганская война все дальше уходит в прошлое. Но она не закончится для тех, кто ее прошел, и для близких и родных погибших. Память павших почти лимитутой молчания, причем павших во всех конфликтах, которые участники мероприятия назвали войнами в мирное время, когда где-то сражаются солдаты, чтобы война не пришла на родину. Афганская из таких она шла, но в мирно живущей стране об этом публично не говорили. Время идет. Мы видим новые уроки истории на примере Сирии. И с годами мы понимаем, что тот подвиг, он становится более значимый и весомый. Глава города Сергей Сергеев призвал отодвинуть политику на второй план, а просто вспомнить тех, кто честно выполнял свой долг. И не только в Афганистане. В конфликтах, из которых жители страны извлекли важные уроки. Сегодня мы построили самое главное. У нас есть мир и согласие на территории нашей любимой страны. Да, у нас разные политические взгляды, разное мировоззрение. Но я с удовлетворением могу отметить, что мы не враги друг у друга. И мы за столом переговоров, на улицах, путем общения находим компромиссные, иногда тяжелые решения тех проблем, которые нас окружают. Мы благодарны руководству города и депутатскому корпусу, что планируются эти мероприятия. И глава издает специальные свои постановления проводить эти мероприятия. Он правильно сказал, это нужно живым, чтобы из поколения в поколение передавать наше наследие, мужество наших людей, силу русского оружия. Можно сказать, что воины-интернационалисты до сих пор в строю и активно участвуют в жизни города-курорта, работают в правоохранительных органах, помогают воспитывать молодежь. Патриоты своего...